Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал! Совсем скоро Новый год и все мы любим загадывать желания, составлять списки, планы на следующий год и так далее. В этом видео я хочу с вами поговорить на тему желаний, рассказать свое мнение по этому поводу, а также рассмотреть мой список желаний с предыдущего года и проанализировать, что сбылось и что нет. Я считаю, что правильно загаданное желание — это полпути к успеху. Для меня неправильное и загаданное желание — это желание по типу, ну, например, «я хочу разбогатеть» или «хочу быть успешным», «хочу быть счастливым» и так далее. Я считаю, что такого рода желания, они настолько легкие, пустые и ленивые, слишком общие и, грубо говоря, ни о чем. И очень малые шансы, что такое желание сбудется. И мне кажется, важно это понимать, но, к сожалению, в основном люди загадывают именно такие вот глупые желания. Потом удивляются, почему они не сбылись. Всем уже и так понятно, что мы сами осуществляем наши желания. Как бы не существует какого-то суперчуда, которое вдруг свалится на нашу голову, и хоп, мы сразу разбогатеем, сразу вдруг станем счастливыми и так далее. Нам самим приходится работать над нашими желаниями, чтобы они сбылись. И поэтому я считаю, что правильно загаданное желание — это не просто желание, которое расскажет о том, к какому результату мы хотим прийти, а также желание, которое как бы укажет нам путь, как мы сможем дойти до вот этого результата. Также правильно поставленное желание, оно как бы помогает сделать порядок у нас в голове и понять, что нам нужно от жизни, что мы хотим, ну, как минимум на ближайшее будущее, и помогает нам понять, как мы будем это осуществлять. Давайте рассмотрим желание «Хочу быть успешным». Как я сказала, я считаю, что это очень ленивое, слишком общее, и вообще желание ни о чем. Давайте попробуем превратить его в нормальное желание, у которого будут шансы исполниться. Давайте поделим его на три части. То есть, что это значит? Давайте попробуем понять, что для вас значит быть успешным. Например, возьмем такие примеры, очень стандартные, но у каждого, конечно, свое. Например, иметь хорошую работу. Простите за не очень аккуратные почерки, я просто по-быстрому хочу объяснить. Иметь любящего человека рядом. И три. Ну, например, путешествовать. Конечно, список может продолжаться, и мне кажется, чем больше вы будете его продолжать, тем лучше, тем точнее вы будете знать, что вам нужно. Но я остановлюсь на трех. И давайте рассмотрим каждый вот этот пункт, и попробуем что-то слепить из каждого. Какое-то нормальное желание, например, пункт иметь хорошую работу, да, можно превратить в найти другую работу, потому что вас, например, эта работа не устраивает. Или начать свой бизнес. И что я люблю делать, это точно описывать, вот, например, в этом случае, новую работу. Например, пишем зарплата, какая хотите, чтобы у вас была, какая точно должность. И все-все-все детали точно описываем, чтобы знать, чего именно вы хотите. И точно для себя также понять, что для вас является вот это желание, какую именно работу вы хотите. Второй пункт. Иметь любимого человека рядом, да. Например, можете поставить такое желание начать ходить на свидание, допустим. Я по-короткому буду писать, но вы пишите по-длинному лучше на свидание и позволить себе влюбиться. И, например, в скобках можно описать вашего будущего партнера, можете написать даже его внешность, описать, какой он хотите, чтобы был, например, веселый, понимающий и так далее и тому подобное. Я помню, когда я загадывала это желание, я прямо писала вплоть до самой-самой мелочи, чего я хочу. И 99% из того, что я хотела, действительно сбылось. Я очень рада. И третье, путешествовать. Сможете поставить, например, такое вот желание, такую цель на следующий год посетить минимум две новые страны. Страны. Ну, и, например, если у вас есть какие-то более точные предпочтения, можете написать там, какую именно страну вы хотите посетить, насколько и так далее. И мне кажется, что, когда вы ставите именно конкретные такие желания, они уже превращаются как в цель, и, мне кажется, имеют большую силу, чем когда просто желание какое-то общее. Я хочу быть успешным. Ну, и успешным, да, и что дальше? Вы сами не поймёте, станете вы успешным или нет, потому что вы не определили для себя, что для вас значит быть успешным. Обратите внимание, как ваши желания работают на вас. То есть, я, например, заметила, что если я загадываю желание, например, я пишу его на листочке бумаги и клею прямо перед собой, вижу его каждый день, думаю о нём каждый день, то я как будто немножко схожу с ума и становлюсь зависима от этой идеи, и начинаю нервничать, и у меня ничего не получается, и, в общем, желание не сбывается. Мне легче, и как мои желания сбываются, не знаю, почему так работает, но я привыкла, что оно так. Я рисую все мои желания, и потом просто забываю про это, и когда нахожу этот рисунок, я замечаю, что 80% из всех желаний у меня уже сбылись. Вот если я забываю об этом желании, через какое-то время я вспоминаю и осознаю, что вот, действительно, оно сбылось. Но это у каждого индивидуально, и вы просто должны обратить внимание, как это происходит с вами. Желаний всегда у нас очень много, и я, если честно, не вижу ничего плохого просто написать и загадать их все. Самое главное — это правильно понять, правильно написать, правильно его загадать. Я могу подсказать вам несколько способов, как загадать желания. Первый — это создать список. Я очень часто раньше это делала. Я создавала список перед началом года нового. Прям всё по полочкам. То, что я хочу. И мне это нравилось, желания сбывались. Но после я поняла, что мне больше нравится, как бы, визуализировать, больше нравится рисовать. И вот это второй пункт — нарисовать то, что вы хотите иметь, что вы хотите, чтобы у вас сбылось. Я в прошлом году нарисовала и довольно часто рисую, если у меня появляется какое-то новое желание. Просто какой-то рисунок, который у меня ассоциируется с тем, что я хочу, чтобы у меня сбылось. И не обязательно прямо в детали. Главное — задумать все детали и с этими мыслями нарисовать. Покажу вам рисунок, который я нарисовала. Перед тем, как мы переехали в Клуж, и мы ещё не знали, какая у нас будет квартира, и я нарисовала этот рисунок, сильно не критикуйте, я не художник, но я решила нарисовать, как я примерно вижу нашу будущую квартиру. И нарисовала и бубу, кое-какие детали, именно что мне больше всего нравится. Я видела большой балкон, видела большое-большое окно, в общем, высокие потолки. И самый большой прикол, что я забыла вообще про этот рисунок, и когда мы уже переехали в Клуж, когда уже были на этой квартире, я посмотрела на этот рисунок, и я немножко была в шоке, насколько это стало похоже на то, что есть у нас сейчас. Потому что у нас тоже и балкон, похоже, тоже открытый. Также идёт зал большой, где мы и кушаем, и проводим время, и огромные окна. Или просто такое совпадение, или вот моё желание сбылось. Но получилось очень такое приятное совпадение на самом деле. А сейчас покажу вам то, что я нарисовала вместо списка. Я нарисовала все мои желания, все мои цели на 2019 год. И давайте проанализируем. Некоторые вам покажутся очень смешными, но я загадала просто. Вдруг сбудется, было бы очень приятно. В общем, такой вот рисунок. Есть желание, новая машина, это не сбылось. Но новый дом в Кулуже, в Румынии, сбылось. Вот, я нарисовала здесь ключик. Путешествие сбылось. Мы были и в Норвегии, и в Греции, и по Румынии попутешествовали. Насчёт моего творчества. На самом деле, я написала, например, my art, но у меня целое желание, целая визуализация в моей голове. Так что это так, просто чтобы я не забыла, о чём шла речь. Но вот это желание тоже сбылось. Я действительно поднажала на свой английский язык, и у меня сейчас чувствует прогресс. Я хотела посетить Париж, но это не сбылось, к сожалению. Переведу на следующий год. Насчёт здоровья. Всё окей, почти сбылось. Это не сбылось. У меня мечта иметь минимум 100 тысяч подписчиков. Не знаю, сбудется ли вообще когда-то, потому что я лентяйка. Да и, наверное, может, не совсем интересный контент, не подходящий для всех. Новая аппаратура сбылось. Это почти сбылось. Но уже, как бы, я всё сделала возможное для этого. Насчёт румынского гражданства здесь угадала. Здесь насчёт личных отношений. Здесь всё классно. Деньги. Это тоже вроде нормально. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но я, в принципе, довольна. И новые контракты, бросить работу, которой я занималась пять лет. И в этом году у меня получилось это сделать. Так что я, в принципе, довольна с собой. Не сбылись только некоторые желания. Но я думаю, вполне возможно, что в следующем году мы купим. Это всегда под вопросом. Париж я всё-таки навещу. У меня было две попытки посетить Париж, но они провалились. Это было где-то пять лет назад. А в основном я довольна. И обязательно в этом году тоже нарисую все мои желания. Вот так вот. Или, может, даже сделаю как в отдельный плакатик. Посмотрим. Но вам тоже советую. Это очень интересно. И очень интересно пересматривать в конце года. И какие-то выводы делать. Следующий пункт — это написать ваше желание на листочках бумажки. И порвать их. И поставить какую-то баночку или коробочку. И эту коробочку поставить куда-то, где вам удобно. И пусть она там лежит. И есть в этом плюс, как и списком. Вы сможете когда-то дойти до этой баночки и прочитать, и проанализировать, сбылось или нет. Но, в принципе, с рисунком тоже есть этот плюс. Просто иногда можно забыть кое-какие детали. Еще один способ — это создать, например, фенечку. Каждое желание, которое вы будете загадывать, завязываете узелочек и потом носите ее. Я покажу вам маленький пример. Конечно, лучше это сделать красивее. Потому что, ну, все-таки носить на себе будете. Но я взяла такую вот ниточку. И все очень легко и просто. Также загадываем желание, определяем цели. И завязываем узелок. Обязательно думая и повторяя про себя все, что у вас в голове. То, что вы хотите. И вот много-много-много узелков можно создать. Единственный минус, что можно забыть желание. И мне, например, очень нравится возвращаться к списку. И смотреть, что выполнено, что нет. И как бы ставить галочку и идти дальше. А в этом случае, ну, не факт, что запомните. Если, конечно, у вас не одно желание или два. Можно также не узелки делать, а ставить какие-то украшения. То, что у вас ассоциируется в голове с вашим желанием. Тогда меньше шансов, что вы забудете. И, не знаю, это приятно носить. И, мне кажется, очень такой интересный процесс. Я вот эту методику с узелками, я вот так по-философски воспринимаю. Вы, получается, думаете о каком-то своем желании. Очень хотите, чтобы оно сбылось. И думаете об этом. И завязываете узелок, чтобы это от вас никуда не убежало. Чтобы ваше желание стало с вами. И чтобы оно осуществилось. Еще один очень интересный способ, и мне он очень нравится. Это выбрать какие-то предметы, которые у вас ассоциируются в голове с вашим желанием. Не обязательно, чтобы предметы были новые. Можно выбрать что-то старое, что лежит на полке. И просто вложить всю вот эту энергию, все ваши мысли в этот предмет. И поставить его на полочку. Это могут быть также какие-то сделанные вами предметы. Слепить можете какую-то фигурку. Или взять уже существующую фигурку. Или, например, вот как у меня. Можете взять карушки. И, например, связать как-то ваше желание с цветом. Например, если у вас зеленый камень. Подумать о деньгах. Или, не знаю, вот, например, вот это горный кристалл. Подумать о творчестве. О каких-то успехах в творчестве. Поставить на полку. Или, например, путешествия на природе. Где-то в горы пойти. Можно будет выбрать что-то. Какую-то частицу природы. Которая будет вам напоминать о том, что вы загадали. Поставить на полочку. Или поставить на рабочий стол. И каждый раз, когда будете брать этот предмет в руку, будете думать об этом. И еще больше заряжать этот предмет этой энергией. И так ваше желание сбудется. Кстати, заметьте, что здесь сейчас не мои карты, а я храню сейчас здесь камешки. Все дело в том, что я сплела новый чехол. И в следующем видео покажу, как его делать. Туториал уже почти готов. Так что ждите. Еще один интересный способ, по-моему, это испечь или какой-то пирог, или хлеб на Новый год. И скушать до Новый год. Поставить туда разные травы. И когда вы будете ставить, например, загадать эти желания. И это все скушать. И энергия ваших желаний попадет внутрь. Будет жить с вами. Это очень такой романтичный способ. Мне кажется, он очень классный. Я вспомнила, как в детстве мы с мамой делали пельмени. И ставили в пельмени разные такие желания. И кому попадется пельмень с этим желанием, например, монетка, или сладкий пельмень. И того, и сбудется это желание. Это было интересно. Нет, мы не... Никто не подавился монетками. Все были осторожными. И это была очень интересная традиция. Мы этим занимались. И лепились большим таким энтузиазмом. На самом деле, этих способов просто море и океан. Самое главное, это выбрать тот, который вам помогает. Который помогает вам определить в своей голове, что вы больше всего хотите. И определить путь к этой цели. Я надеюсь, что все ваши желания в новом году, и не только в новом году, а вообще в вашей жизни, исполнятся. И принесут вам большую радость. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы загадываете желание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok